меня зовут стас я приветствую всех на канале чок-чок сегодня мы будем отстреливать вот подряд прям три вот эти вот устройства будем отстреливать это карлсон black cloud значит long range 0 695 то есть получается это 074 конус потом значит дельта waterfall long range это 0 что 95 074 конус потом значит блин сайт er ну это extend range называется устройство тоже 0695 в дюймах и соответственно тысячных дюймов и соответственно миллиметрах это 074 конус то есть у всех у них 074 конус и почему я это вступление делаю чтобы вас не владели заблуждения различные ненормальные люди которые любят всякие сплетни порождать там знаете чушь всякую понести все вот эти четыре устутри вернее устройство они были рождены при разработке еще одного четвертого устройства которое называется carlson sporting life full 076 который идет ну там он и когда конуса разрабатывались под эту фулочку под 076 карлсон спортинг класс непортированная линейка вы по эмэрке их уже знаете мы вам отстреливали когда под них конуса разрабатывались естественно брался брались конуса от 074 до 077 стреляли различными композиционными решениями на баллистическом центре компании carlson и я уже в обзоре этих устройств вам рассказывал что те конуса которые себя проявили а из почти 30 конусов проявили себя именно 4 конуса они их выделили в отдельные линейки при этом один из конусов очень хорошо проявил себя не только на классических боеприпасах которыми мы пользуемся на охотах но и на линейках black cloud поэтому этот это устройство назвали именно линейку black cloud значит одну из линеек выявили в линейку дельта waterfall потому что вот для охот по гусю то специфика работы устройства то ширина боя на мелких и крупных дробях по гусю и по уточке вот он себя проявил таким образом что его вот выделили именно в линейку дельта waterfall и значит extend range устройство которое тоже имеет с кожи 074 конус его выделили в линейку блин сайт потому что помимо того что она хорошо работала с классическими свинцовыми боеприпасами которыми он пользуется на охотах на своих она еще и хорошо себя зарекомендовала именно с боеприпасами блин сайт когда его имя отстреливали поэтому никогда не слушайте различного рода болтунов которые могут начать разговаривать что это только для патронов блин сайт разрабатывалась это только для патронов black cloud на производствах никто не будет под конкретный патрон ничего делать запомнить это это экономически невыгодно потому что это устройство на будет лежать на полках магазины годами никто его не будет покупать потому что не стреляет человек только бэк клаудом или там блин сайдом под боеприпасами вы же сами мне постоянно звоните говорить а мне бы что-нибудь универсальное чтобы и мелкими крупными еще и пули и картечами также американцы если устройство будет только под конкретный боеприпас заточено нафиг никому не будет нужно потому что он сегодня такими патронами стреляет завтра такими зачем оно ему нужно да и чисто с баллистической точки зрения не бывает конусов которые были бы заточены только под конкретный снаряд под его особенность такого просто нет не бывает запомните поэтому все эти устройства они были разработаны именно изначально они были все разработаны под классический боеприпас и уже лишь потом в процессе отстрелов различными значит именно вот альтернативными боеприпасами да они себя каждый вот в своем чем-то проявили и поэтому их выделили в линейку которая может стоять не только классическими боеприпасами но и альтернативными видами боеприпасов все вот поэтому я вам моменту рассказал это запомните и не поддавайтесь на различного рода ложь а теперь мы приступим к отстрелу ну и начнем их по порядочку прямо стрелять и каждый из вас может оценить работу каждый каждой версии погиба погиба в композиционной части в совокупности с предстабилизаторами и стабилизаторами то есть как они работают все более подробно обо всем этом ссылка под видео в описании будет зайдите посмотрите более подробную информацию я там даю по конкретно вот этим моментом чтобы не затягивать серию отстрела ну а мы продолжаем отстреливать устройство компании carlson's относящиеся к семейству систем от крутого к пологому сегодня мы отстреливаем long range из линейки waterfall линейка это состоит из трех устройств они идут в одном паке в одном боксе то бишь там идет close range mid range long range close range 0.25 миллиметра имеет общую составляющую конуса mid range 0.51 и long range 0.747 тысячных то есть по сути 0.75 практически вот он имеет общую конусную составляющую скажу лишь одно что устройство очень и очень кучные 25 метров специально на семерку 28 грамм семерку 33 грамма прилепил прям я вам значит сел из ней поэтому первый выстрел мы семерка 28 грамм фетр стреляем второй выстрел будет у нас семерка 33 грамма фетр четвертый выстрел будет фетр 32 грамма в контейнере пятерка и третий мишень у нас будет выстрел значит на пятерочка 32 грамма фетра русская без контейнерная смотрим я не случайно вам на ли здесь приделал селизней почему потому что чтобы вы посмотрели что сам в принципе вот он и я стрельнул чуть чуть ниже селизни да то есть если бы я его накрыл вот этой его частью мишу крупни пожалуйста то там бы вообще был бы фарш а то это 28 грамм а так в принципе ну вот в селизне сами видите тут порядка так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять они с нас начались порядка 25 дробин попала то только в голову прилетел от раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять они знают 13 14 15 16 11 12 20 только вот прилетела дробин даже больше порядка 40 дробин получается на селизне пришло хотя я взял чуть ниже поэтому по дальности выстрела семеркой сами понимаете что достаточно кучно стреляет и достаточно сложно будет попадать поэтому эти устройства паутиным охотам лучше использовать на более крупных дробях сейчас мы посмотрим как стреляет пятерка ну и соответственно чтобы не разбивать вашу дичь потому что если мы допустим возьмем выстрел 33 грамма семерка да вот он он сам бой по сути и сами видите ну миша крупнился но тут фарш тут по большому счету просто фарш на утке тут есть нечего будет если вы попадете в утку прямым боем то есть не краями зацепить сейчас я обнулю значит пятерочки и мы их с вами рассмотрим так но разбираем мишени во первых вы посмотрите какая равномерность боя по пятерке я бы сказал что это в принципе ну идеал вообще боя что еще нужно вообще от пятерки тут просто но устройство свои делает самые первые выстрелы 25 метров тут во первых какая кучность будем так говорить это уже надо понимать что по уточке надо стрелять достаточно достаточно точно да для того чтобы поражать цель ну и во вторых по количеству поражающего элемента если вы сравните вот каждое вот это попадание мишу отдались чтобы можно было селезнь не увидеть вот вам оригинальный размер селезня до в полете если вы посмотрите на него и наведете примерный образ этого этого селезня на каждую из этих мишень то вы поймете что для 25 метров выстрел пятеркой это будет прям еще достаточно кучный бой такой и конечно мы будем учитывать что селезень какое-то определенное время летит внутри снопа то есть он проходит до полтора два корпуса через но поэтому понятное дело что атака будет чуть меньше чем мы видим на мишени но тем не менее как бы вы должны это все понимать и контейнерный боеприпас на пятерочки он выстрелил значительность концентрации у него все-таки на по на средний радиальный фронт она у него все-таки более значительная нежели чем у без контейнерной пятерки 32 грамма то есть вот по этому моменту тоже обязательно все посмотрите сейчас уходим опять на 35 метров стреляем там стреляем те же самые боеприпасы что и на 25 метров стреляли фетр семерка 28 грамм первая мишень четвертая мишень фетр пятерка 32 грамма в контейнере третья мишень пятерка 32 грамма фетр без контейнера и вторая мишень фетр семерочка 33 грамма в контейнере разбираем наши мишени 35 метров семерка фетр ска 28 грамм но насыщение конечно у нее маленько поменьше чем у 33 граммовой семер очки фетр ской тоже надо учитывать при формировании своего боя конкретного под конкретные дистанции если вы там до 35 метров стреляете вот этой мишени вам за глаза хватит даже и не надо 32 33 граммовом навеском приходить если стреляете чуть дальше ну допустим там в диапазоне 20 40 ну значит будет логичным использовать вот такой вот бой по убою вообще замечание никаких бой совершенно равномерный сами все видите по пятерочке по пятерочке но сейчас конус еще маленько поработает так то в принципе с наполнением все четко с концентрацией по равномерности но по равномерности еще маленько конусу поработать надо еще не обкатался хотя в принципе вот если брать допустим контейнерные боеприпас пятерки да то по нему у меня особо вопросов и замечаний нет то сейчас маленечко поработает конус оботрется потуга конусная свое русло как говорится рабочие зайдет и тогда собственно говоря все будет адекватно и четко под на сегодняшний момент как бы вот по этим всем выстрелом видно что концентратор уже работает с ним все четко и и как только поверхность конуса обкатается немножко равномерность стабилизация естественно все будет на высоте и выстрелы будут значительно ровнее идем дальше глав патрон био 32 грамма первая мишень крайний патрон будет у нас патрон от николая ивановича значит и мой знакомый он сам заряжает боеприпаса троечка 35 грамм третий выстрел у нас будет тройка 34 грамма в контейнере значит азотовская и второй выстрел глав патрон 32 грамма в контейнере по четвертой мишени николай иванович заряжает по свои боеприпасы на пыжах войлочных самых рубит как говорит со старых валенков и соответственно использует он такие достаточно старые пороха но мне его боеприпасы нравятся такие бухающие короче посмотрите сами и 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 настраиваться, потому что конус обкатывается. Первый выстрел тройки с необкатанного конуса, ну, то есть он, патога конусная, она чем крупнее поражающий элемент, тем больше нагрузка на конуса. Соответственно, патуга с каждым номером дроби, она все больше и больше прогружается, металл все больше и больше играет на проход конусной части, соответственно, снарядом, и можно сказать, после разминки он дает более такой равномерный бой. Это вот бесконтейнерный патрон тройки выстрелил. Это у нас главпатрон контейнерный боеприпас вот таким вот образом выстрелил. Здесь тоже 100% дроби, по кучности я надеюсь, разговаривать не надо. Тут понимание должно быть, что вот в такой вот кружок, вот в такой диаметром по большому счету диаметром 60 сантиметров, пришло практически 100% дроби. То есть об этом надо понимать, дабы не разбивать свою дичь. Если вы охотитесь в диапазоне 15-40, вам лучше взять, вот допустим, азот гейм, да, 34-граммовый боеприпас. Смотрите, как удивительно ровно и в то же время достаточно кучно, и без КСГ-центра он выкладывает свою дробь. Так же, как, допустим, и тройка бесконтейнерная главпатроновская первая мишень. То есть если вы стреляете 15-40, вам лучше взять вот такие вот боеприпасы. Если вы стреляете на дальняк, куда-то 30-60, к примеру, по зайцу, вам лучше будет брать вот такой боеприпас, который на второй мишени. Это у нас вообще выстрел самозаряда от Николая Ивановича. Взял я у него порядка там определенного числа боеприпасов для того, чтобы вот именно линейки от Крутого по Логому потестить на самозарядных боеприпасах. Порох у него там даже никакой не драго, там у него буквально дешевые пороха, да еще и старые какие-то там в свое время купленные. Нормально все, человек со знанием дела заряжает, все четко у него, они работают на этих порохах боеприпасы. По большому счету, никаких замечаний нет. Ну и мы в свою очередь видим, что конуса от Крутого к Пологому системы, они работают с любым предложенным боеприпасом, на любых совершенно пыжах, на любых порохах, с любыми скоростями, работают адекватно и дают замечательный бой. Причем они легко настраиваются. Один и тот же конус, смотрите, как разно отстрелялся на разных боеприпасах, да, то есть и по кучности, и по равномерности, и по наполняемости центра, среднерадиального КСГ, да, и так далее. То есть, очень хорошо заполнены фронты у нас на этих, на выстрелах с этим устройством. Что третье, что четвертая мишень, достаточно широкий бой, чтобы не разбивать зайчика того же, там в диапазоне 15-40. И в то же время наполнены фронты, если даже краями вы где-то цепанете зайца, вы все равно его надежно добудете, без проблем вообще. То есть по этим моментам, то есть устройства, они работают шикарно, никаких замечаний нет. А самое главное, что мне в них нравится, это вот сама-таки универсальность их применения по дистанциям. И учитывая то, что он может стрелять, смотрите, по сути, вот этот выстрел, вот если мы наложим вот этот бой сюда, да, то есть это вот два вот разных, вот настолько разных выстрелов. То есть по большому счету он может отрабатывать и в формате дальний мид, и в формате дальний лонг. Не говоря уже о формате лонг-рэнжа, который мы видим на бесконтейнерном боеприпасе троечке от главпатрона. Соответственно, одно это устройство, оно вам может заменить, по сути, на крупных дробях и мид-рэнж, ну, если мы говорим о дальнем миде категории дольных устройств, да, и, соответственно, как ближний лонг, так и дальний лонг. Это всегда очень хорошо, это всегда дополнительная универсальность к устройству, это всегда широкий диапазон его применения на ваших охотах, поэтому это всегда очень большой плюс. Азот Сибирь, нолик, 35 грамм, первая мишень, четвертая мишень, 4,0, 36 грамм, фетр, полумагнум, так, третья мишень, 2,0, Сибирь, 35 грамм, и вторая мишень, фетр, 40-граммовый, нолик. КОНЕЦ Разбираем наши мишени. Это у нас 0,35 грамм, Азот Сибирь. Я считаю, что по нулю вот такие вот, такого рода выстрелы, но это практически идеальный бой, это 0. В мышку мы нолями не стреляем, гуся, зайца, да будете легко, глухарь, если мы тут глухаря нарисуем, сами понимаете, что будет с глухарем, то есть, ну, никаких вопросов, вообще 76 пришло на лист, это почти 100% пришло вот в формат боя 70 сантиметров. Если мы возьмем, допустим, выстрел 40-граммовым нолем от Фетера, то, опять же, выстрел чересчур даже кучный, то есть, если мы, к примеру, ладно, там глухарь убит, а если зайца поместить вот в этот вот формат, значит, мишенник, то сами понимаете, что кушать там особо будет нечего, если вы по зайчику стрельнете на такой дистанции, это просто пару десятков нолей он словит, и что домой-то нести? 2-0, 2-0, 35 грамм Сибирь, это 2-0, это, то есть, надо понимать, насколько крупная эта дробь, это уже близко к понятию картечи дробь, и при этом всем, 60 дробин вы видите вот в таком вот небольшом формате, то есть, тут по сути, ширина боя занимает 60 сантиметров, вот он бой, вот, и нужно понимать, что с такой кучностью боя гуся можно выхлестывать под облаками, это 2-0, то есть, это можно 70 метров еще по гусю будет резкости хватать на такой крупной дроби, она достаточно далеко сохраняет свои хорошие раневые показатели по предмету охоты, то есть, 2-0, Сибирь, 35 грамм, вообще, скажу вам, что Сибирь, линейка в формате вот 0-2-0, однерка 35 грамм, 0-2-0-35 грамм, мне очень прям нравится, это прям отличные патроны, ну и 4-0, опять же, вот, фетровские, тоже, как бы, сами все видите, 4-0, уже это стреляет ближе, там, козу стреляет и так далее, то есть, это очень крупный предмет охоты должен быть, потому что 4-0, это уже крайнее понимание, в принципе, дроби, как дроби, да, после 4-0, у нас в России это уже идет картечь, да, ну и, соответственно, нужно понимать, что такой бой, он достаточно кучный для 4-0, это 41 дробина, практически весь снаряд прилетел, опять же, в формат мишени, значит, 60 сантиметров, и если вы постреляете со своих штатных чоков, вы никогда, в принципе, и не получите таких результатов, потому что штатный чок, это не системный, собственно говоря, орган вашего оружия, который, в принципе, там нафиг не нужен, потому что, ну, не работает, он никогда не раскроет вам ваше оружие, никогда не даст вам понятие дальних дистанций, по-настоящему понятие дальних дистанций, именно то понятие, которое вам могут дать импланты, вот с таким прекрасным боем. Ну и по боксам, Миша вот вам сейчас покажет, вот ливни идут, у нас мы боксы даже не убираем, мы просто их закрываем, и они лежат, и вот ливни на такие проливные проходят, патроны все сухие, прямо вот рекомендую, по охотам, 1100 они у нас стоят, 60 патронов в боксе, в одном, и они от холода защищают боеприпасы, порох патрона, и в непогоду, в дожди, все у вас прям четко будет, даже вот где-то в засидке, охота идет, чтобы боеприпас не намокал, прям идеальное решение. Так, стреляем на 50 метров, первая мишень, Азот, Сибирь, значит, 35 грамм однерка, четвертая мишень, от Николая Ивановича, 2,0, самозаряд на войлочных пыжах, третья мишень, 2,0, полумагном, Петровская, 36 грамм, и нолик, от Азот, Сибирь, 35 грамм, 200 грамм, 9, 7, 2,0, допустим, 2,0, Так, ну разбираем мишени В 64 прилетело однерочки из патрона Сибирь 35 грамм Ну я считаю, что это идеальный бой Вот именно в формате охот по гусю до 50 метров Кучнее уже не нужно Фронты очень хорошо осыпаны Центр боя у меня вот он Маленько проеет и выше взял Ну в общем по всем моментам этим видно, что То есть устройство работает идеально На дистанции 50 метров Так, это у нас нолик выстрел Ну тоже я считаю длина ля 35 грамм По равномерности боя Ну во-первых патроном надо поиграть Можно еще фетр стрельнуть там нолик Посмотреть, подобрать Но концентратор работает более чем хорошо 53 дробины, ноля прилетело из боеприпаса 35 грамм Там его не так-то много, то бишь Ну там его всего 70, что-то по-моему с чем-то дробин По 72 или 73, не помню сколько точно Но тем не менее, то есть это Порядка 70 процентов на лист прилетает Еще на 50 метрах Два ноля вообще, то есть тут Просто удивительный бой Ну вы представляете, два ноля Тут просто вообще о чем разговаривать Тут выбьет любого гуся Вот этот концентратор выбьет любого гуся Даже еще и на 60 метров Как минимум Ну и два ноля от Николая Ивановича Тут вообще просто зверь, а не патрон Вы представляете, что вот в этом кругу На 50 метров Самокрут Два ноля Там порядка, ну ближе к 40 грамм В этом боеприпасе Он говорил, что 35-36 крутил Но я чувствую, что чуть-чуть побольше По весу патрона Ну вот То есть 57 дробин Я считаю прям Офигенный бой Вы представляете, что эти два ноля Насколько равномерно И кучно То есть, ну Этот боеприпасе Вы представляете, я вдыхаю У меня мухи прям в нос Аж залетают Просто То есть, даже на 50 метров Устройство работает идеально Так что, прошу любить и жаловать Покупайте, пользуйтесь И с удовольствием охотитесь на своих охотах Ну и пробежимся По привычному нам набору картечей Фетр 35 грамм 5,6 в контейнере Первая мишень Крайняя мишень у нас будет 8,5 картечь от глаз патрона 36 грамм Третья мишень у нас будет 6,2 магнум 38 грамм И, соответственно 5,6 без контейнерная картечь 36 грамм от глаз патрона Если вы пересмотрите буквально Вот всех представителей Компании Carlsons Которая относится к конусам 0,747 То вы увидите, что они все с картечами Работают практически идеально То есть Вопреки тому, что я помню еще года 3 назад Постоянно бытовало такое мнение в России Что картечами надо чуть ли там не с цилиндра стрелять Ну, это опять же люди по глупости своей говорили По незнанию Потому что Опирались на Те старые книги людей Которые еще верили в то, что Человек от обезьяны произошел И, естественно Они вам не могли никаких знаний дать О том, как же на самом деле Работает гладкоствольное оружие В формате выстрела То есть Баллистику гладкоствольного оружия И по сей день И внутриствольное И оклоствольное И внешняя баллистика Она В большинстве случаев В тех комментариях Которые даются в журналах Там На форумах Она там извращена настолько Что Просто диву даешься Откуда вообще люди все это берут Такое ощущение Как будто человек Ни разу в жизни не стрелял Из гладкоствольного оружия И при этом пишет там Какие-то Чуть ли не мемуары 0.747 Конуса Это одни из самых идеальных решений По работе с картечами То есть Они работают картечами Очень кучно достаточно То есть И как универсалы По дальнему бою Независимо от того Будет это будут мелкие дроби Средние Или крупные Или это будут картечи То есть Это вот СКМ картеч 31 картеча На 5.6 Пришла Это главпатрон Картеч При 28 картеч Пришла На лист Это фетр У нас 6.2 картеч Сами понимаете До 60 метров Как минимум Тут коза любая Ляжет Если на 35 Мы достигаем Кучности В 50 сантиметров И естественно Главпатрон Картеч 8.5 Ее всего В патроне 10 штук И все эти 10 картечин По большому счету Вы видите На этой мишени То есть Вот сюда Я целился В центр листа И вот так Все прилетело Поскольку Мы этой картечью По мышкам Не стреляем Косулю Стреляем Кабанов Там Если это Разрешено Законом Да Во многих Регионах И странах Даже Выстрел По кабану Картеч Запрещен Только пуля Но тем не менее Там где мы Ее можем Применять Там везде Значит Кучности Хватит на все Давайте Подытоживаться Опять пошел Ливень Не дает нам Погода Эти дни работать Постоянно Ливни Мухи Комары Ховоды Просто вообще В общем Устройство Карлсон С линейкой Waterfall Long range Конус 0747 Система От крутого К пологому Многокомпозиционная Конусная часть Предстабилизатор Стабилизатор Устройство После обкатки Начало давать Финальные Уже Очень хорошие Нам осыпи Ну и Соответственно Мне все нравится Я думаю Вам понравился Отстрел Тоже Приобретать Вы эти устройства Можете Мы их уже Активно Закупаем Команду Я уже дал На закупку Поэтому В скором Времени Будет все В наличии На складах Хотя часть Линеек Уже К нам Поступили На реализацию Если нравится Как мы работаем Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Ну и Не пропускайте Наши новые серии Включив колокольчик Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok